Театр-студия не случайно называется «Маска». Ее отличие от других – яркие костюмы, которые помогают актерам в искусстве переуплощения. А у зрителей появляется возможность попасть в волшебный мир сказки. Из года в год студия создает новые интересные спектакли. Во взрослев ребята переходят в Золотой театр. Спектакль «Алиса в стране чудес» был создан совместно усилиями двух коллективов. Принять участие в губернаторской премии его руководители решили для того, чтобы жители Ленинского района и всего Подмосковья услышали об их творчестве, чтобы любовь к театру у людей не угасала, а наоборот еще больше росла. Участвуем практически каждый год. Это нормально, потому что мы создаем новые проекты. И чем больше будет шансов этот проект двинуть в разных направлениях, в том числе получить какие-то дополнительные субсидии на него, тем лучше. Потому что любой театральный проект требует очень много вложений, сил, денег. Конечно, создать спектакль своими силами было непросто. На это требуется много времени и значительных затрат. Спектакль «Алиса в стране чудес» был поставлен в 2016 году, и на протяжении двух лет ребята много репетировали, готовили декорации и костюмы. В итоге получилась яркая и сказочная театральная работа. Ну нет, холл никак не может быть равнинный. Это вовсе чепуха. Чепуха? Чепуха. Хабуча. Не хочу. Хабуча. В любой театральной постановке у каждого актера и режиссера существует важная задача, которую они стремятся донести зрителю. В спектакль «Алиса в стране чудес» ребята открыли для людей мир доброй сказки, которой так не хватает в жизни. Человек должен осознавать, что он сам строит в своей жизни этот мир. Мы создаем мир таким, каким мы его видим. И если мы считаем, что добрые чудеса в мире возможны, то мы их сами создаем, и они тогда действительно существуют. Вот донести до людей веру в чудо и способность каждого человека творить эти чудеса самостоятельно. В спектакле приняли участие актеры разных возрастов. Анне Павловой 12 лет, но ей доверили сыграть главную роль. Анне призналась, что ей было непросто воплотить требования руководителей театра. Мне сначала было сложно выучить весь текст, потому что я очень боялась, что я забуду слова, какие-то действия не смогу сделать. Но во время премьеры Аня все свои страхи оставила позади и удачно дебютировала. А ты отгадала загадку? Нет. Сдаюсь. Какой ответ? Понятия не имею. Для многих ребят маска стала вторым домом. Приходя куда, встречаешь близких людей. Тимофей Пустовалов играет в театре 11 лет и уже решил, что будет идти по творческому пути на протяжении всей своей жизни. Творить? Мне нравится творить. Если не творить жизни, то тогда и не живешь. Это вот именно мои мысли. То есть без творчества нельзя прожить жизнь, так сказать, не удовлетворившись. А совсем недавно он создал на ютубе свой канал, чтобы глубже познакомить зрителей за кулисьем актеров, а также кратко показать весь тот объем работы, который они выполняют, прежде чем выйти на помостки. Впереди у ребят месяц заслуженного отдыха, а уже осенью они снова откроют театральный сезон, в котором будут радовать зрителей новыми и интересными постановками. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Анастасия Воронина, Николай Карбанов.